Господь чудесен. Давайте будем прославлять Бога. У Бога есть план спасать человечество. План один или несколько? Возможно, несколько. Возможно, несколько. Конечно, Бог хочет спасти всех. Безусловно. Что же происходит? Происходит непослушание. Задает мне вопрос Ольга Анатольевна. Расскажи, как я когда тебя помазали? Ты говорила, что ты Христос, а теперь кто? Мне нравится истина. Мне нравится истина. Как прекрасно, что людям нравится истина. Это просто чудесно. Я говорила, что я получила откровение, сидя у себя на кухне, что я Иисус, не Христос, а Иисус. Не Христос, а Иисус. Женщина Иисус. Почему женщина Иисус? Трудно понять, да? Очень трудно понять. Но вопрос, почему война уже третья на земле? Может, потому и женщина? Может, потому и женщина, что Бог хочет остановить войны? Скорее всего, что так. Как меня помазали? Спрашивает Ольга Анатольевна. Как и когда тебя помазали? Проблема не в помазании, а в проблемах послушания. Ведь Бог хочет что-то делать через человека. Чтобы делать что-то через человека. Нужно, чтобы его слушали. Или, чтобы этот человек был ведом Богом. Имя Иисус переводится к Спасителю. И Христос – это Мессия. Когда Бог мне сказал, что это Иисус, мне нужно было согласиться, смириться и осознать, что моя миссия – это спасать следующее человечество. То есть, кровь Христа, пролетая за наше человечество, себя уже исчерпала. И Бог избирает человека, который будет умирать за следующее человечество. В этом миссии Иисуса Христоса. То есть, я не Христос. Потому что, чтобы быть Христом, нужно умереть, выполнить миссию. Надо умереть на кресте, чтобы быть Христом. Даже такая немножко игра слов. Что от меня хотят люди? Я не знаю. Люди только меня обвиняют, что мне гордыня, допустим. Один сильно написал. Мать, убирай гордыню. Объясни, гордыня – это не внешний вид. Гордыня – это поступки. И зачастую мне в комментариях пишут люди, которые сами считают, что они Христы. Потому что Христос знает, что в человеке. Только один Христос знает, что в человеке. Я не знаю, что в человеке. Понимаете? И многие говорят, у тебя гордыня, ещё что-то обвиняет меня в том, чего они не могут, по сути, знать. Они должны быть Иисусом Христом, чтобы знать чётко, что в душе человека делается. Что такое гордыня? Гордыня – это ни в коем случае не внешний вид. Гордыня – это нераскаянное сердце. Кто может знать, какое у меня сердце? Я сижу и говорю. Кто может знать, какое сердце у других людей? И что в этих душах? Раскаявшиеся на сердце? Нераскаявшиеся. Люди врут и глазом не моргают. Как можно знать, гордый он или святой? Почти одно и то же. Если у человека гордыня полностью сокрушена, он святой. Потому что он чист перед Богом. Он не грешит. И не о чем кается. И поэтому он не творит зло. Ну, в гордыне можно обвинить конкретного человека, допустим, который сейчас воюет в Украине. Потому что у него нераскаянное сердце. Он не знает, как спасти свою душу. Как только продлевать. Ну, в смысле спасти. Продлить свою жизнь. Только как убивать кого-то. Иначе он сядет в тюрьму, правильно? Вот яркий пример гордыния. Человек нагрешил много, натворил беззаконие. И хочет продлевать власть, которую он имеет. Иначе он сядет в тюрьму. Если он потеряет власть, он сядет в тюрьму. Его привлекут к ответственности. Вот. И он из-за этой злой натуры своей творит еще больше зла. Это, это, вот это гордыня. Вот о чем говорит Бог. Поэтому отец лжи-дьявол. Дьявол возгордился и упал. И он стал отцом лжи. Потому что у него нет выхода, как только врач, чтобы прикрыть свои беззакония. Вот что такое гордыня. Поэтому не разбрасывайтесь, пожалуйста, словами. Это смешно звучит. Понимаете? Меня обвинять в гордыне. Вы же не знаете, что я делаю. Что я делаю. Вы не знаете моего сердца. Между прочим, я принимаю хлеб и вино. Это очень сильный обряд. Понимаете? Это очень большое послушание. Потому что кто пьет недостойно, тот умирает. Я рискую своей жизнью. И если я сделаю обряд недостойным, согрешая, творя беззаконие. Или даже буду врать. Потому что у меня информация серьезная. Если я буду врать, я просто умираю. Понимаете? Поэтому обвинять меня в гордыне в таком случае это смешно. И вообще я не знаю, что эти люди делают у меня на моем сайте. Потому что я вижу, как некоторые просто подключаются и оттягивают меня просмотры. А вот такая миссия у моих врагов, которые, видно, поддерживают вашего доброжелателя, в кавычках, Путина. Ну, он знает, с кем воевать. С правдой воевать. С Божьим помазанием воевать. А у Бога есть милость, конечно. Вот. Эти души могли бы пойти жить уже на следующей жизни, более достойной жизни иметь. Но они, видно, будут бесами. Они уже на себе крест поставили, потому что искусились еще на большее зло. Вот такое откровение вечности. И о чем я хотела сказать. Что в откровении все сказано. Есть вся информация в откровении. Вот. И о том, как люди в бесов превращаются. И за что они страдают. И кто не может спастись. Вот. Поэтому я просто рекомендую освещаться, каяться и принимать жизнь. Причем на земле. Вот. И независимо от того, что сейчас будут творить люди, на кого они будут возлагать свои надежды. На Бога, на дьявола, на Путина, на Распутина. Это их выбор. Вот. А жизнь коротка. И после этой войны еще неизвестно, какая будет болезнь. Потому что еще четыре ангела не прозвучало. То есть еще четыре трубы должно звучать. Три уже прозвучало. И еще четыре. Поэтому Господь следит внимательно и будет назидать дальше верующих, которые не совсем понимают, как выходить сейчас с данной ситуации в Украине во время войны. Некоторые соглашаются с тем, что нужно идти убивать. Я говорю, что убивать – это по-любому зло. Я прошу людей максимально проявлять веру и послушание нашему Господу. Если мы не будем послушны Богу, то мы будем стоять на месте. Я люблю верующих людей. Я люблю тех, кто ищет Бога в Писании, в послушании, читает Библию. Вот этих людей я приветствую. Потому что они освящаются. Они освобождаются от греха, они научаются любить. Мало кому открыто, что вечность на земле. Это не совсем понятно, а может неприятно. Некоторые хотели бы отдохнуть этой тяжелой жизнью. Согласна, очень тяжелая жизнь. Поэтому я хочу, чтобы на земле было послушание. А послушание Бог сделал. Просто надо его видеть. Некоторые люди думают, что вечность где-то там и там будем отдыхать. Они устраиваются на работу, тяжело работают, бедненькие. И думают, вот, пойдем на пенсию, будем отдыхать. И там некоторые верят проповедникам, которые говорят, что вечность после смерти в душе нет. Это неправильно. Это неправильно. Мне говорить об этом тяжело, потому что об этом мало кто говорит или вообще никто не говорит. Люди верят в загробную жизнь. Но, к сожалению, это только царство теней. Это сложная информация, которой нужно просто примириться с этим и просто понять, что к власти, как написано в Откровении, вышли бесы. Понимаете? Вот они бесы эти, они контролируют власть. И поэтому власть так издевается над ними. Вот. Такая сложная информация. Значит, кто меня помазал? Меня помазал сам Бог. Я говорил об этом. Я получила откровение о том, что нужно молчать. Я какое-то время просто помолчала. И Бог явился мне. Благодаря моему послушанию. Такой был завет. Испытал меня. У меня, конечно, окружающие подумали, что мне что с головой. Вот. Но у Бога так всё сложно. Он явился мне. Это было видно моё помазание. Хотя жизнь после этого у меня не наладилась. Вот. И зачастую я просто страдала от зла, от злых сердец, от злых мыслей, от ненависти и презрения. Вот. И до сих пор меня не воспринимают. Потому что я женщина. Как может женщина быть Иисусом? Ну, видно, Бог захотел и женщиной побыть тоже. Потому что тогда бы женщины на Бога обиделись. Вот. Что будет дальше? Всё зависит от человечества. То есть на данный момент меня, мало кто слушает, абсолютно почти никто не слушает, не воспринимает меня. Ну, ничего остаётся, не остаётся, как видно, воскрешать мёртвых. Только тогда люди поверят в эту истину. Потому что всё остальное не воспринимается. То есть, когда будет воскрешение мёртвых, видно, вынуждены будут поверить. Как написано, что вы видели меня и не уверены. Это уже будет жестокосердие. То есть, все, кто не поверит уже после того, как Бог через меня воскресит мёртвых, это уже будет жестокосердие. Сами понимаете. Это уже презрение. Вот. Ну, ещё помазание у меня было в церкви. Ещё до того, я почувствовала, как мне на спине кто-то нарисовал пальчиком, крестик, аккуратненько. Тогда я поняла, что я для Бога что-то знаю. Какая-то миссия такая была. Ну, что говорить. Самое главное я говорю. Жизнь на земле. Рождаемость заканчивается. Информация сложная. В Библии об этом сказано. Ну, то есть, я говорю то, что ещё никто не говорит. Вот в этом моё избрание. Понимаете. И умирать за следующее человечество. Вот такая миссия у меня. Будьте благословенными. Все, кто любит Господа. Иисуса Христа.